Любительское кино всегда экзотика, особенно когда его создали дети. Премьера фильма, сделанного непрофессионалами, состоялась в краевой столице. Лучшая идея из множества заявок легла в основу сценария фильма «Выходные». Фильм строится на конфликте. На конфликте деревенской и городской жизни, на конфликте детей, которые растут в гаджетах, и на конфликте детей, которые всё ещё живут какой-то простой жизнью, без электронных гаджетов, без интернета. То есть они находятся в деревне, и они больше проводят времени с семьёй. Проект «Киноинтенсив» для детей и молодёжи – целый образовательный курс с видеоуроками о том, как снять фильм. Желающие участвовать подключались к нему в любой момент подготовки. Приходили и уходили. Посмотреть, к чему привёл эксперимент, захотели многие. Открытка метражек я в целом многого не жду, потому что сложно за 20 минут уложиться в какой-нибудь полный метр, рассказать историю. Но если у фильма получится, то хорошо. Если нет, то хотя бы бесплатно. Фильм «Как подростки» проводили выходные. И там ещё говорило, что кастинг был, и родители не разрешали девочкам сниматься, потому что где-то в лесу это было, и было это вечером или ночью, и чтобы дети туда не ходили. А я, она говорит, и пришлось мне снимать моих детей своих собственных. Мне кажется, что там будет семья связана, как они отдыхали, возможно, увлечение детей, взрослых. О чём лента зрители узнали только во время просмотра. Трое детей, две городские, избалованные цивилизацией девочки и деревенский парнишка. За выходные в деревне у бабушки с дедушкой дети смогли не только проникнуться теплом к старшим родственникам и, наконец, оторваться от телефонов, но и ощутить, как по спине пробегает холодок смерти, если близкому вдруг становится плохо. Какие-то такие съёмки, которые затрагивали бы фильм, тема которого была бы приближена к теме семьи, любовь к родине, отечества и дружбы, человеческой, простой детской дружбы. Фильм о главных ценностях сделали всего за полтора месяца. Такие сроки у гранта. За это время не только утвердили состав актёров, и тут чем меньше, тем лучше, но и организовали работу всех участников, от помощника режиссёра с хлопушкой до оператора и звуковика. Кино на Алтайе будет. Сейчас делается очень многое для того, чтобы она развивалась, сейчас закладывается база, и поверьте, что через 10 лет Алтайский край будет кинограмматическим регионом и будут сниматься не только карткометажные фильмы, но и большие сигнальные полуметражные проекты. Остаётся дождаться, когда дорогу в кино откроют не только участникам разовых грантовых проектов, но и любителям и профессионалам, которые уверены, что снимать фильмы нужно по любви. Радуют очень глаза горящие. Ребят, которые хотят творить, которые активно присылали нам свои идеи, активно принимали участие в съёмках, и дальше у них желание. Они уже спрашивают, когда новые проекты, когда мы будем что-то ещё снимать, мы ещё хотим. Значит, это кому-нибудь нужно, чтобы у маленьких звёзд горели глаза, когда они поднимаются на сцену под аплодисменты. Дарья Ерошина, Владислав Ковалёв. День с толком.